Всем привет, с вами Аурум, и да, ребят, я очень жду подарки в этом году. Будут они или нет, покажет время, но исходя из истории, из того, как события происходили в прошлом году, как события происходят в некоторых играх в этом году, я более чем уверен, что мы все-таки получим свои халявные подарочки на Новый Год. Но перед началом видео, прямо сейчас, прожми лайкосик, подпишись на канал и введи обязательно код Аурум. Ребят, без вашей поддержки я просто не вывезу, поэтому поддержите меня, пожалуйста. Так, Brawl Stars, давайте оставим на потом. Наверное, сначала стоит пройтись по другим играм Supercell. Многие ютуберы об этом уже записывали, что в игре Clash of Clans, в частности, будет новогоднее обновление. Это первая игра, которая обычно показывает нам свою обнову. И там мы видим новые скины, новое оформление, в общем, новогоднее настроение. И кто собирал елочки точно так же, как я в игре Clash of Clans, прямо сейчас прожимай лайк. Специально зайду в Clash, ради того, чтобы найти новую елку. Боже, я уже лет 7 их собираю, капец какой-то. Ну хорошо, в Clash'е показали, все понятно, в целом ничего нового и подарков особых я там не заметил. Хотя уверен, они будут и в игре Clash of Clans. Но вслед за Clash of Clans мы видим обновление в игре Clash Royale. Причем максимально странно, если зайти на официальный канал Clash Royale, там пусто. Вообще ничего нет. Ни снэкпиков, ни браултоков, ну или клэштоков, как они там называются, ничего. Но наш старый друг Оранжу, спасибо тебе, брат, выручил, запилил свой собственный снэкпик. А в нем рассказал, что очень-очень много всего интересного появляется в Clash Royale, но нас это все абсолютно не интересует. Нам интересны только подарки в игре Clash Royale. И их в игре будет целых 12, 12 дней подарков. Начнутся они с 14 декабря, ребят, очень важно, с 14 декабря. А он об этом говорит уже вчера. И насколько я понимаю, это абсолютно официальная инфа. 14 декабря будет Биг Бокс, 15-го 2000 голды, 16-го непонятный синий предмет с коронкой, 17-го один золотой сундук, 18-го 2000 голды, 19-го те же непонятные предметы, но теперь оранжевые, 20-го сундук, 21-го 2000 голды, 22-го эпический сундук, 23-го 2000 голды, это пропустим, никому не надо, и 25-го легендарный сундук. Ребят, кстати, о чем нам говорит легендарный сундук? Дело все в том, что в игре Clash Royale, кто знает, кто не знает, есть специальные сундуки, откуда падают только Леги. Хочешь такой сундук в игре Brawl Stars? Прямо сейчас прожимай лайк. Да, ребят, Лего, Лего в Clash Royale на Новый год дарят Легу. Ишь, о чем нам это вообще говорит? Вот вы у меня просто спросите, о чем нам это говорит Аурум? А я вам скажу, что грядут подарки в игре Brawl Stars. Ну а теперь давайте телепортанемся в то, что вы видели в начале видео, уже, наверное, забыли, да? Это мой Brawl Talk на русском, датированный 13 декабря. Кстати, в этом году, в декабре, по-любому будет еще один Brawl Talk, и не пропусти русский перевод. Итак, здесь Райан, еще комьюнити-менеджер, а Фрэнк, а Фрэнк такой же Фрэнк, с очень крутой кепкой, хочу тоже себе такую. Дайте, пожалуйста, подарите, кто может, на Новый год Санта, плиз. Кофта у меня такая же, уже есть. Итак, Фрэнк сказал, что мы будем дарить подарки до 24 декабря. Так, открываем календарь, открываем даты, кто не знает, и 24 декабря у нас День Конституции Приднестровья. А в Украине еще День Работника Архивных Учреждений. И в России День Взятия Турецкой Крепости Измаил. На самом деле, до 24 включительно, именно потому, что 25 декабря католическое Рождество, ребят. Ладно, с подарками окей, они будут и хорошо, но нам еще не говорил, когда кто будет делать Brawl Talk. В прошлом году Brawl Talk был 13 декабря. В этом году Brawl Talk будет... Ребят, пока официально неизвестно, когда он будет, но варианта по факту два. Я предполагаю, ну, так как Brawl Talk у нас исключительно по субботам, иногда по воскресеньям, то я предполагаю, это либо следующие выходные, 11-12 декабря, либо через выходные, 18-19. Соответственно, так как мы знаем даты, когда будут подарки в игре Clash Royale, можно теоретически предположить, что в игре Brawl Stars может быть либо 12 подарков, либо 5, либо, ну, например, представим, что это 12-е, и вот, например, с 12-го мы будем получать по 24-е. Это как раз у нас 12, точнее нет, 13 подарков. А если с 11-го, то 14 подарков. Ну, что-то мне подсказывает, что это все может происходить точно так же, как было в игре Clash Royale, точнее, как будет в игре Clash Royale. В любом случае, думаю, меньше не будет. Рассчитываю на то, что минимум 12 подарков в этом году мы будем получать ежедневно. И вполне правильный вопрос, что же это за подарки? Ребят, в прошлом году, я могу сказать только, как было в прошлом году, это было золото, это были старпоинты, это были все виды сундуков в игре Brawl Stars. В общем-то, прикольно, но как обычно. Но вот игра Clash Royale нам подсказывает что-то особенное. А может быть такое, что в игре Brawl Stars нам на Новый Год подарят Легу. Но мы же все себя очень хорошо вели, правда же? Я себя вел супер хорошо. Ладно, что, в этом году немного плохо себя вел, но на Легу я все равно рассчитываю. Ребят, ставьте лайк, если хотите, чтобы в игре Brawl Stars, так же, как в игре Clash Royale, на Новый Год, под елочку, последним подарком, 24 декабря нам положили Легу. Ну а лично мне просто фуловый аккаунт, потому что столько гемов тратить на основу впадло. И денег уже нет, я все потратил на англоязычный канал, который не зашел. Ха-ха! Ребятки, надеюсь, это видео вам понравилось. Надеюсь, оно было вам полезным. Но, кстати говоря, я прям во многом уверен, что сказал в этом видосе. Напомню, что это была неофициальная информация. Ни в коем случае не воспринимайте ее за официальную. Но, согласитесь, звучит все довольно неплохо и довольно логично. Никаких пасхалок, никаких предположений, только факты. Все, что было в прошлом, все, что параллельно происходит сейчас в других играх Supercell, я вам попытался рассказать. Всех обнимаю. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал, вводите обязательно код Аурум. Пока, ребят.